Всем привет! Сегодня моя мама снова прочитает рассказ Драгунского дома. Виктора Драгунского. Как он называется? Друг детства. Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. То я хотел стать астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды. А то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур и купить там забавную обезьянку. Или у меня разгорелся аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником. А на другой день мне уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга! Просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжёлую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на всё это, что даже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе, папа, купи мне грушу. Сейчас январь, груши нет. Съешь пока морковку. И я рассмеялся. Нет, папа, не такую несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксёрскую грушу. А тебе зачем? Тренироваться. Потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а? Сколько же стоит такая груша? Поинтересовался папа. Пустяки какие-нибудь, сказал я. Рублей десять или пятьдесят. Ты спятил, братец, сказал папа. Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится. И он оделся и пошёл на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся. И тоже сказала, стойка, кажется, я что-то придумала. И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетёную корзину. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос. И осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке. И пока она копалась, я увидел мой старый трамвайчик без колёс, пластмассовую дудку, помятый волчок, несколько погремушек и много ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его ко мне на диван и сказала, вот, это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный, погляди, какой тугой. Живот толстый, ишь, как выкатил. Чем не груша, ещё лучше и покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно, начинай. И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне с подручней было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной, такой шоколадный, но здорово облезлый. И у него были разные глаза. Один его собственный, жёлтый, стеклянный. А другой, большой, белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, и обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдаётся. И я вот так посмотрел на него, и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки маминой кашей. И я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твёрдые ушки. И я его любил тогда, любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. Ты что, сказала мама, она уже вернулась из коридора, что с тобой? А я не знал, что со мною. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал, «Ты о чём, мама? Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксёром». Субтитры создавал DimaTorzok